Матушка Валентина Корниенко Матушка Валентиной и священником Александром Корниенко, их детьми, дочкой Серафимой и сыном Серафимом. Матушка Валентина Корниенко Матушка Валентина Корниенко Матушка Валентина Корниенко родом с Украины. На Украине живут братья-священники и сестры, которые также служат в церкви. На Украине родители, воспитавшие большую семью в православии. И сами они с отцом Александром еще недавно служили в Луганской области. Служили, трудились в поселке Новопску, молились, поднимали приход. Храм там тоже очень красивый. Храм возле кладбища находится. Николаевсесвятский храм. Мы там служили с 2013 года по 2017 год. Вот служили в этом храме. Как раз вот эти военные дни, которые вот события, которые действительно тяжелые для нас, для страны. Ну, вы знаете, вот вспоминать вот это, ну, вспоминать каждый человек этого не хочет, потому что просто нам жаль тех людей, тех детей, которые погибли в братоубийственной войне. Вот. Просто скорбь, плач матерей. Сейчас это близость войны, в которой писались и пелись многие ее песни. Накладывает особый отпечаток и на песни, и на их восприятие нами. В них остро ощущается непосредственное прикосновение к душе, к чужой боли. И вот благодаря, наверное, этим песням, потом люди хотят и креститься, и исповедоваться. Какой-то в них душевная такая радость, душевный подъем от уныния, от отчаяния. Конечно, это труд большой, но зато он дает плоды. Ведь самое главное – это людей всех привести к Церкви Христовой. Вот благодаря, конечно, вот матушке. Ксения Божия, помоги мне, Анайя, я тебе молитву в сердце воздушу. Вот благословение, матушка Ксения, я в твое часовник снова послушу. Синяя блаженная, помоги, родная, я тебе молитву в сердце воздушу. По благословение, матушка Ксения, я в твоей часовник снова послушу. Синяя блаженная, как же ты молилась, ты за всех молилась в поле и по ночам. Ты услышь моление, матушка Ксения, помоги мне, выблока, горе и печаль. Ксения блаженная, Ксения блаженная, как же ты терпела, ты за всех терпела. Горе и нужду, укрепив терпение, матушка Ксения, помоги мне, вынести тяжкую беду. Ксения блаженная, как же ты терпела, ты за всех молитву в сердце воздушу. Мы, как духовные люди, для нас, вот мы пришли спасать людей, вот, независимо от того, в какую сторону мы должны приводить их в Храм Божий, потому что это жестокость людей, это ненависть, злоба, а мы должны нести людям добро, любовь, взаимопонимание. И вот это мы несли, вот такой вот, на послушание вот в этом храме. Страшно было? Всякое бывало, честно, всякое бывало. Вот я был на сессии, а там как раз вот и свет выключил, ну, как раз снаряды попадали. Думала, что может эта ночь уже будет последней. Ну, когда стал рассвет, все люди прибежали к нам в храм за свечами, потому что никого не было света. Пока же все, и у нас как-то веселее стало. Поддержали меня люди, прихожане, стали звать к себе. Они узнали, что батюшка уехал на сессию. Идите к нам, той к нам, будем вместе там в подвале, если что будет. Самое главное, что с нами была икона Казанской Божьей Матери, чудотворная икона, в которой уже написана книга по благословению Владыки Никодима Середонецкого-Старовельского. Также фильм создан про эту чудотворную икону. Она прошла уже полукраины крестными ходами. И вот, по милости Божьей, она сейчас находится в Ишинской епархии, в селе Аромаш. Вот благодаря, наверное, Божьей Матери, что она сохранила этот поселок невредимый. Вот, конечно, там пострадали все, а вот этот поселок остался. Вот, ну все люди, все люди нас православные, все ходят в один храм Московского патриархата. Вот, все переживают, все молятся, чтобы Господь управил, чтобы Господь помог, чтобы это все закончилось. И в всех храмах, и в Украине, и в России, и в других странах все молятся о мир на нашей русской земле. Потому что, действительно, это земля наша, Русь, которой нас нельзя расъединить, наши народы. Мы единственный народ, который у нас есть традиции, которая у нас есть единственная вера, которой мы верим. Например, тысячелетиями, которая создавалась это все. И просто это разрушить, конечно, невозможно. Песня «Ромашка белая». Автор этой песни – покойный митрополит Владимир. Песня «Ромашка белая» 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 Их вера у кого-то вызывала недовольство, настолько сильное, что их с батюшкой пытались даже отравить ядом. После Луганска мы служили, Житомирская область, епархия, Коростенская епархия. Это все знают, все жители, потому что нас все спасали. Лекарства приносили нам бесплатно, потому что средств не было, чтобы столько покупать лекарств. Столько нужно было капельниц. Никто ничего не знает. Но яд был там сильнейший. Никто ничего. Как? Что? Знали, что через еду. Тогда-то, говорит, увидела смерть. Ты куда идешь, скажи мне, стране? Что за тобой в руке? Дневной билостью Господни, Лучшей на эту стране. Стране, в чем твоя надежда, А в твоей стране родной, Белоснежная одежда, И в небес там золотой. Белоснежная одежда, И в небес там золотой. Они, говорят, и не думали, Что доведется оказаться На месте русской Голгофы. У нас очень верующий народ, Православный народ. И вот в храмы у нас Очень много людей ходит, Детей, молодежи. И почитают царскую семью. Днем там ветер шумит, Ищи вором кричит, На полуды без дна. Сюда привыкают на лени, На коленях сверху. Там молитву и Богу возносит Царь старинной с детьми, Царь седлаз и бездьми. У Бога прощения грозит. После трагических событий на Украине По воле Божией Матушка Валентина с семьей Оказалась в Сибири, В селе Арамашево Тюменской области. Было тяжело расставаться с прихожанами. Очень тяжело. До последнего даже не говорили. В последний день все узнали. Мы не хотели играть чувствами людскими. Как сказать человеку, Это же получается их обидеть. Любили нас как родных. До сих пор переписываемся. В Арамашево протеерей Александр Корниенко Возглавил храм Покрова Божией Матери. А Матушка Валентина, как всегда, Во всем ему помогает. Очень хорошо приняли, с радостью. Поддержали, помогли с документами. Сейчас с документами под программу Переселение соотечественников. Мы будем принимать гражданство российское, русское. И помогла, в первую очередь, владыка Тихон. Потом все прихожане села с радостью помогли. С документами, с жильем. Очень хорошие там люди. Не ждали батюшку столько лет. 20 лет ждали священника. И они бедные, уже так измученные. Они все бабушки, как маму, не говорят. Мы-то и молиться толка, матушка, не умеем. Открываем салтыр-то, читаем. Открыли книжку, а в воскресные дни придут. А храм красивее. Сейчас батюшка служит. Все обрадовались, все рады. И все хотят, чтобы навсегда. Все это, чтобы вы навсегда у нас остались. Сейчас организовалась воскресная школа. Матушка организовала хор детский, который нас уже поет. Плагерь у нас был православный. Очень много деток. Сейчас в школе очень такие хорошие отношения с директором школы. Мы с детками очень сильно сейчас занимаемся. И такая большая радость духовная, что дети начинают осознавать, бежат в храм. Не то, что раньше боялись, вот как, что, а нам не запрещали, потому что он не крещеный. А для всех, как же ребенок узнает про веру, хоть он не крещеный, но зато большинство уже крестилось. И все поют в хоре. И дети Серафим с Серафимой, имена их, конечно, не случайны, нашли друзей. Очень хорошо приняли, сказали, как тебя зовут. Я сказала, Серафима. Сказали весь класс, что такое необычное имя у меня. Мне понравилось, как я играл с своими друзьями. Да. Ты друзей нашел? Да, много. Много даже? И мы играли с ними в прятки, иногда догонялки. А вот на Украине такие же у вас прятки, догонялки? Ну да, такие же. Ну вчера вот для его радость была, вчера служба, владыка служил, вот здесь в храме он как бы... Я в храме посох владыки не искал. Он говорит, на всю жизнь запомнит, что он возле митрополита, самого митрополита. Будет в Украину звонить, сегодня рассказывать. Деду-бабе. Сейчас матушка Валентина трудится над 10-м и 11-м песенными альбомами. Я с песнями и засыпаю, и просыпаюсь, они мне снятся. Я живу этим. Я без этого уже жить просто не могу. Не могу просто, даже становиться не могу. Я хочу поблагодарить Евгения Григоровича и всех ребят, которые тоже с ним трудятся, вот, аранжировщик, вот самый большой, вот я с ними работаю, вот эти все песни, Евгений Григорович, спаси Господи. Буду славить Господа столько, сколько будет сил, столько и буду славить, до последних своих дней, если Богу угодно. Я всегда так говорю, потому что я читаю святых угодников Божьих. Если Богу угодно, так, как хотели с царской семьей, думали уничтожить, не уничтожили, жгли, купили средство такое, что два дня жгли, ну ничего ж не получилось, и не получится. Они стали на небе являться, они людям, иконы их не стали мироточить. Я изливаю свою боль, и боль людскую, какие мы тогда христиане, если мы не будем проникать болью людской. Господь и Бог мой, я не знаю, за что Ты любишь так меня. Я о грехах своих рыдаю, ведь я грешу до сего дня. Я рад, что Ты открыл мне очи, житей скольбовил суеты. Благодарю за дни и ночи, благодарю, что Бог есть Ты. Благодарю Тебя за то, что Ты мне дал, за все в моей судьбе. Благодарю Тебя Благодарю, благодарю за то, что Ты мне дал, за все в моей судьбе. Благодарю Тебя Субтитры создавал DimaTorzok